Как вы считаете, Сталин это положительный или отрицательный исторический персонаж? Я считаю, что в принципе положительный по большей части, потому что мы при Сталине выиграли войну, подняли Россию на новый какой-то уровень. Да, это было в какой степени жестко, но Петр Первый тоже жесткими методами все делал в нашей стране. Поэтому, да, в любом случае положительный. А вы хотели бы жить при его правлении? Ну, наверное, да. Почему нет? Меня полностью устраивает при Путине. Я бы не сказал. Нету черного и белого, есть серый. Ну, я хотел бы сказать, если бы поставить кого-нибудь из наших руководителей сейчас, еще неизвестно, выиграли бы войну или нет. Моё мнение, для исхода войны он как положительный, а как человек он не совсем положительный. А вы хотели бы жить в его правлении? Ну, по-моему, от Сталина никому не было сделано плохо. Это раз. Во-вторых, ну, если живешь по средствам, по совести, извините. А что у нас делают? Я не знаю, они забывают о народе, о деле, о собственной службе. Я не знаю, правильно сказал? Ну, я думаю, так. Отрицательное. Однозначно. Не могу категорично так ответить, потому что в зависимости от того, от ситуации каких-то, не могу так категорически ответить. Вы хотели бы жить при его правлении? Ну, я жила, и я, в общем-то, все тоскуют. Вот вопрос последних лет, недавно была статистика, 68% хотели бы вернуться в Советский Союз. Советский Союз – это детище Иосифа Виссарионовича. Вот, и тем не менее, тоска об этом времени, ну, и во мне в какой-то мере живет, живет. Я не знаю, наверное, было бы плохо, я думаю, так это было, но чернить все я не могу. Одним словом, это нереально сказать. На тот момент, я думаю, что для страны, в принципе, никакого другого руководителя быть не могло. А вы как ситуации? Ну, я считаю, что его режим привел к порядку. Не было бы, был бы сейчас, ну, хаос какой-то непонятный. А вы хотели бы жить в его правлении? Ну, трудно ответить на этот вопрос. Вряд ли. Вряд ли бы хотелось, но если бы мы жили в то время, когда была полная разруха после, и во время войны, и после войны, я думаю, что именно такой режим привел к тому, что страна скоммуницировалась, собралась, и мы достигли хотя бы чего-то и каких-то результатов. Наверное, в истории, я думаю, для каждого он свой, но, наверное, для меня он был скорее положительный. Вы хотели бы жить в годы его правления? Не думаю. С какой стороны посмотреть, мне кажется, тут двоякое отношение к нему может возникнуть. Мне кажется, конечно, это бесспорно сильная личность, но вот все лагеря и так далее, я думаю, что все-таки для меня это больше отрицательная личность, нежели положительная. Вы хотели бы жить при нем? Нет. Нет. Ну, скорее всего, нет. Мне нравится наша эпоха, и ни в коем случае при Сталине я бы не хотела жить. Положительный. А вы как считаете? Я никак не считаю насчет Сталина. Я боюсь, а вдруг он будет меня преследовать. Вы хотели бы жить в его правлении? Думаю, да. Ну, скорее всего, отрицательный. Я считаю, что и не отрицательный, и не положительный, потому что это очень сложно. Конечно, у меня вызывает больше и отрицательный. Историческая личность многогранна. Вы хотели бы жить в его правлении? Нет. Нет, нет, нет. Сталин – это очень многоплановый, это очень неоднозначный, очень серьезный мужчина, который сделал и много добра, и много зла. Войну победил. Пооценить его, насколько было что-то больше или меньше, мы не вправе. Но войну победили. Вот жена правильно говорит. Вот. Если бы не было Сталина, кем бы мы сейчас были? Хер его знает. А вы хотели бы жить в годы его правления? Нет. Нет. Мы живем в не лучшие годы правления Путина, в не лучшие годы, да? Когда мы должны сами себе зарабатывать, сами себе стараться, ну, как-то вот действовать, что-то думать постоянно, да? Но это что Сталина, что Путин – это одно и то же. Им было, извиняюсь, похуй, в те времена, да? Тебя расстреляют. Ну, ничего страшного. Не, не расстреляют. Да, и то же самое сейчас. Всем на нас полхер. Вот и все. Скажите, вот по-вашему, почему в 91-м году был правительством выбран именно такой флаг, вот этот российский триколор? Надо было чем-то менять, это первый момент, да? И если уже шло дело Россия, ну, это наш российский триколор. Вот. Ну, ведь это бывшее знамя Власова. Ну, Власов, как бы, боюсь что-то не то сказать, но скажу так. Волод, как Советский Союз распался, он сам по себе, как говорится, утратил свое значение. Поэтому поменялся и флаг. Надо было заменить, чем-то нужно было заменить. Вот, поэтому и, как бы, те, кто шел к власти, ну, и, как бы, свое дело сделали. По наследию российский. Но ведь имперский флаг другой, это не имперский флаг. Это мы не знаем, это какой там имперский флаг. С орлами. А? С орлами. Орлы везде остались, символика общая такая. Черный, желтый, белый. О, первый раз слышал. Российский триколор, это бывшее знамя Власова. И оно... Выпустим, вы говорите, триколор Петр создавал. Ну, очень близко, так не очень, да. Петр триколор создавал. Поэтому, как Власов, не Власов, ну, не знаю. Это неправда. Да, это какая-то... Пропаганда и вранье. Но он символизирует же белый, синя-красный. Свобода, сила и что-то еще. Не помню последнее, что. Я не могу ответить вам на этот вопрос. А вы знаете, что это знамя Власова? Нет. Не знали. Вот этот флаг был брошен к Мавзолею в парад 45-го года. Нет, я не знала. Вам не кажется, что это не есть правильно? Не есть правильно, согласна. Ну, потому что, ну, не знаю, мне больше нравился флаг Советского Союза. Опять же, мы все родились в Советском Союзе. Почему нет? Не могу ответить на этот вопрос. Даже никогда не задумывалась над этим, поэтому ответить не могу. Ну, вот это же знамя Власова бывшее. Вам не кажется, что это... Ну, какое... Лучше ответить, что не знаю. Да, я сказала, не знаю, почему. А Власовское какое знамя было? Вот такое. Какое такое? Красное с гербом, с серпом и молотом? Нет, что три полосы, что нижняя красная, потом синяя, наверху белая. Я не знаю совершенно. К сожалению, тяжело нам ответить на этот вопрос. Мы вообще из Севастополя. И на тот момент мы почти жили в Украине. Очень тяжело следить было за тем, как выбирался флаг и какие... Что мотивировало. Ну, в принципе, красный цвет там присутствует, который знаком большинству из наших родителей, бабушек, дедушек. И другие цвета, как бы... Думаю, что все логично. А вам не кажется, что это не совсем правильно? Ведь это знамя Власова. К сожалению, мы не знакомы со знаменем Власова. Не так глубоко копались в истории, наверное, как вы. Поэтому нам тяжело судить. Он, возможно, как раз-таки отражал те перемены, которые, ну, которые, как раз-таки, вот этот реколор несет. И по соотношению с Советскому Союзу, те изменения, то будущее, которое итогом стало. Вам не кажется, что это не совсем правильно, потому что это бывшее знамя Власова? Не могу ответить на данный вопрос. Возможно, некорректно, да. Это просто какая-то верхушка там людей, там, да, там, пять человек там решила. А давай сделаем, типа, старый наш, вот этот самый, а давай. А людям было не до флагов. Им было вообще все по-другому. Вам не кажется, что это не совсем справедливо, потому что это бывшее знамя Власова? Я в этом не думал. Не думал об этом. Это справедливее, чем красный стяг СССР. Это справедливее. Ну, красный был в свое время нужным флагом, а в другое время... А это вот значение придавать большое, это вообще не важно. Не важно. Сложно мне сказать. Я с историей не очень дружу. А вы знаете, что это знамя Власова? Нет, не знаю. Не знаю. Честно, нет. Мы, к сожалению, не знаем, мы не граждане России. А просто вот ваше личное мнение. Видимо, это был дореволюционный флаг, правильно? Россия, наверное, флаг был. Триколор. Поэтому его и избрали, наверное. Просто это знамя Власова, и оно в 45-м было брошено к Мавзолею. Я не знаю. Это вы утверждаете? Это исторический факт? Исторический факт. Покажите тогда. Ну, я не верю в власовцы, чтобы бросили к Мавзолею. Я даже не знаю. А мне кажется, что это не совсем справедливо, потому что это знамя Власова. Трехцветный что-то? Я думаю, нет, это не Власова. Каждый цвет, он символизирует особое. Поэтому я думаю, что вы восстановили историческую справедливость. Как вы считаете, почему к Георгиевской ленточке на Украине негативное отношение? Потому что, у меня теперь их новая власть, новое лидерство, Бендера. Все считают его героем. Поэтому они негативно относятся и к России, и все связано с Советским Союзом. Опять же, та же Георгиевская ленточка. Для них считается, что это символ чего-то преступного. А Георгиевская ленточка не символизирует власть Путина сейчас? Нет. Я считаю, что нет. Потому что флаг Советской России, в принципе, был такими же цветами практически. Желтый, черный, те же цвета практически. Не знаю. Не у всех. Не у всех. Не у всех. Никогда не любили, в общем-то, москалей. То есть, это было каталитическое влияние Запада. Вот и все. Но ведь, если считать, что Георгиевская ленточка – это символ победы в Великой Отечественной войне, то Украина же тоже имеет непосредственное отношение к этому? Не вся Украина. Это же сборная, там солянка. Я слышала, что народ идет и… Русские области, Харьков, Одесса, там, они все за. А то, что там про западники, они как бы против, ну, естественно. Ну, это в связи с того, что была обработка людей. Была определенная, как бы, генная наследственность. Это раз. И второе, то, что обработка была сильна. Потому что я, например, не исключаю, хоть и говорят о том, что не было доктрины Алина Далеса, по этой доктрине, собственно, не сработало и развал Союза, и, собственно говоря… Вот. Ну, трактовалась она так же. Мы сделаем все для того, чтобы развалить непокорный Советский Союз и Россию впоследствии. А вы не допускаете, что для украинцев георгиевская ленточка – это не символ победы в Великой Отечественной войне, а символ Путина? Я вам скажу так, что просто они плохо воспитывались. Плохо воспитывались. В Украине очень много воспринимается негативно то, что у нас. Потому что это идет от России. Исключительно поэтому. Это больше георгиевская ленточка – символ Путина или символ победы? Это символ… Победы, конечно, победы. Конечно, это во все времена. Никакого отношения к Путину – это символ победы, георгиевские ордены, медали. Они были четырех степеней. Они очень ценились в России, их давали за отвагу и храбрость. Поэтому никакого отношения к Путину не имеют. У них негативное отношение не к георгиевской ленточке. У них негативное отношение к тому, что ее носят люди, которые выступают против Украины. Скорее всего так. То есть для Украины георгиевская ленточка – символ Путина? Возможно. Там факт в том, что там не все люди. Есть люди, которые носят, и есть вот у нас и знакомые, которые носят эти ленточки. Ну, боятся за последствия, то есть прячут и так далее. Если бы с этой ленточкой не связан был переход Крыма в Россию, возможно, было бы все по-другому. То есть к самой георгиевской ленточке относятся нормально, но это был символ перехода Крыма и Севастополя в Россию. Поэтому к ней относятся намного хуже, чем относились раньше. Ну, у них свое видение просто именно вот та ситуация. Вы допускаете, что для них это символ Путина, а не символ победы в 45-м? Возможно. Потому что в России негативное отношение ко всему, что делается на Украине. То же самое, понимаете? То есть мы не знаем, мы не информированы, что происходит там, а они не знают, что происходит здесь. Какая ленточка будет, не ленточка. Вы не допускаете, что для украинцев георгиевская ленточка – это символ Путина, а не символ победы в 45-м? Теперь. Возможно. Ну, возможно, но мы не задумываемся об этом. Я просто знаю, что это все для них, для украинцев, важно, что правда. А правда не строится на пропаганде. А все, что происходит сейчас в России с Украиной или украинцами – это все пропаганда, понимаете? То есть это нечестно. Это долго. Потому что там сейчас проповедуется нацизм, фашизм. Поэтому отношение такое. А вы не допускаете, что украинцев это символ Путина, а не победу в 45-м? Вы сами не с Украины? Нет, я отсюда. Отсюда, да. Но мы так не считаем. Это не символ Путина, это в принципе символ советской эпохи для украинцев. Мы сами украинцы, поэтому мы можем так точнее сказать. Мы как не местные с Украины можем сказать, что это на самом деле так. Игорьевская лента – это не символ Путина. А вот вы как украинцы как можете сказать, негативное или ненегативное там отношение? К чему? К Георгиевской ленточке. Ну, Восточная Украина положительно относится к Игорьевской ленточке. Это Восточная Украина, поэтому за них мы не можем общаться, за Западную, за Центральную. Ой, ну у них в головах что-то нет. Только поэтому. Вы не допускаете, что для них это больше символ Путина, чем победы в 45-м? Еще раз. Что Георгиевская ленточка может быть для них символом Путина, путинской России, а не победы в 45-м? Логики я не вижу в этом. То, что вы сказали. Я говорю, опять же, это с детства у них. С 91-го года пошло. Ну, в связи с последними событиями, скорее всего, а так, я думаю, особого повода для этого нет. Просто это как ассоциация с Россией, и все для них, я думаю, для украинцев. А Украина сейчас против России, к сожалению. Может быть, для Украины это символ Путина, а не победы в 45-м? Ну, сейчас, к сожалению, это стало как символ именно путинской России, не только Путина, а именно путинской России. Это очень-очень жалко, что именно вот так получилось.